Итак, дорогие друзья, те, кто хочет работать в JavaScript, давайте перейдем к тому моменту, где человек пишет. Посмотрел уроки и пошел разбираться с контекстом привязки ЗИС, да? И теперь еще больше стало непоняток. Итак, это у нас Дмитрий, это у нас Дмитрий, парень из Беларуси. Дим, вы проделали уроки, все верно. Теперь надо связать все в голове. Только мы договоримся так. Я специально записал часть урока, а окончание, связку в голове оставил на группу. Почему? Потому что здесь каждый должен связать самостоятельно. Вы пишите. Я пошел дальше разбираться с контекстом привязки ЗИС, и теперь еще больше стало непонятно, так как учитывая столько факторов при разработке, что слов нет. И дальше пошли куски знаний. Сейчас отвлекусь на секунду. Ребята, в описании этого видео будет первая ссылка, где мы говорили вот здесь, да, это видео. Многие ребята хоронят Python и JS, при изучении такой подход сводится к нулю. Посмотрите это видео, просто там, что касается Python в начале, что касается JS, оно вторая часть, но там общая информация, чтобы было понятно, о чем будем говорить. А сейчас уже будем конкретно задачу решать, конкретную, да, и дам задание. Также в описании видео будет ссылка вот на эту статью, но более расширенная, да, кроме видео. И под видео, в том, которое я дал, она есть. Значит, здесь перечень, перечень, что надо проделать в школе, да, то есть изучение функций, изучение нода, первичные знания, первичные уроки, чтобы собрать этот язык, то есть не этот, а JavaScript в голове. Он на самом деле простой язык, просто надо подойти правильно. Давайте подойдем правильно. Первым делом, если вы хотите работать в группе, то есть разобраться в JavaScript, то в первую очередь вы будете работать в группе, чтобы помочь другим ребятам. Я создал специальную рубрику JavaScript – работа в группе. Получите ссылку сейчас. Итак, рубрика есть, сообщение отправлено. Давайте разбираться. Я смотрел ваш файл, ну, начало положено в Python. Вы спрашиваете вопрос, дальше мучить функции. Сейчас, 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 если вы заинтересовались в JavaScript, то вам надо, прежде чем понять контекст, до ума довести функции, не обращая внимания на ключевое слово this, пока вы разобрались, вы разобрались, вижу в параметрах, но я не уверен, что вы сможете налегке в коде читать. Сейчас могу вам дать задание, но это если будете дальше работать с Python, тогда. А пока набираете gs-mdn-function, ваша задача разобраться в функциях JavaScript. Можно по-русски найти. Я вам, во-первых, давал задание, поэтому сейчас записываю. Итак, вот эта страница будет в группе. Пока домашние задания. значатся функции. Второе, я вам давал задание ранее, просто посмотреть такую вещь, что слово this ключевое в других языках. Просто понять, что оно делает. Это берете java хотя бы, посмотрите C++. Можно посмотреть. И хватит. Чтобы четко понимать, как это работает. В функциях вам надо что сделать сейчас? Разберите, что такое первоклассная поддержка функции и функции высшего порядка. Я от вас жду здесь примеры в коде. я надеюсь, спайтинг вы поняли, что самые основные параметры в голову вложили, как работать с параметрами, что это основа, которые параметры всегда передаются. То есть то, что где-то передается, возвращает, и параметры функции это то, что всегда должно быть на глазах. Так вот, теперь в JavaScript есть только формальные параметры. Вся ответственность ложится на программиста. Поэтому пока я жду примеров конкретно по направлению первоклассные функции и функции высшего порядка. Это то, что вы должны самостоятельно отработать. Теперь то, с чего вы начали разбираться, это немножко неверно. Я понимаю, что вы здесь написали некоторые вещи. Есть строгий режим, код выполняется в браутере или в Node.js. Это я уже, кстати, в том видео рассказывал, которое я вначале говорил, что посмотрите про Python в конце там. В общем-то, давайте разложим, как правильно понять, как работает ЗИС. И вообще ответим на вопрос, зачем нам нужно. Для того, чтобы перейти дальше, сейчас ответим, но я кое-что сразу хотел вам показать. нашел самые популярные библиотеки, но возьмем, допустим, сокет ИО. Сейчас, чуть попозже, я нашел, это оставлю. Теперь, теперь. Значит, ЗИС, зачем нам нужен, это вам еще к домашнему заданию вы пытаетесь объяснить. Из того, что понимаете сейчас, что-то сверхъестественное не требуется. Зачем нужен это домашнее задание ваше тоже, да? А вот как понять, здесь я помогу, направлю. Итак, давайте разложим смысл. Для того, чтобы понять, как работает ЗИС, в принципе, наверное, надо понимать, как работает JavaScript. Значит, нам надо какой-то план, первый план. В JavaScript, если открыть, если открыть здесь, то справка у JavaScript очень-очень слабая. То есть, по сути дела, описаны только понятия по сравнению с тем же справкой Python, где все замусолено, тысячу раз распишено, понять вроде бы сложно. Абсолютно верно. Посему нам придется обращаться к спецификации JavaScript и понять в первую очередь две простые вещи. Вещь номер один. Вещь номер один. Контекст выполнения JavaScript. А уже потом только контекст привязки. сегодня мы возьмем только первый аспект global. Глобал поймем, да, и поймем, как это работает. контекст привязки. Дальше сейчас говорить не будем. Здесь будет вставляться дальше, чтобы его понять. Вот вы мне ответите, зачем он нужен по-вашему, да, а дальше будет состоять, будем учитывать пункты, которые нам надо знать при этом. Допустим, там, область видимости и так далее, да. Это все далее, пока не лезем туда, потому что без того, как работает вообще контекст выполнения, ничего не понятно, да, почему, потому что давайте откроем справку, мы читаем, несколько отличается, это я вам дал домашнее задание, посмотреть другие языки, ничего сложного там нету. В большинстве случаев читаем бла-бла-бла, кстати, почему мы будем с нода работать, а с нода не имеет значения стандарт, 5, 6, нода всегда будет правильно работать, это я вам говорил, да, а вот смотрите, вот мы начинаем читать синдексис и значение, и сразу мы получаем что? Свойства контекста выполнения global function и evil в котором нестрогом режиме и это дальше не важно, что написано, важно понять, что написано global, но что такое, зачем, вот прочитали и пошли, а при чем есть global, а вот это мы сегодня разберем, но прежде я хочу ради интереса посмотреть, по-моему, сокет его, да, ну давайте, его, давайте посмотрим, давайте посмотрим, давайте посмотрим, нам надо js файл сейчас найти мы его обязательно идем так я мне сто процентов кажется я когда-то видел людей должен быть то что мы сейчас будем разбирать секундочку буквально так давайте посмотрим ага ну есть то что я значит не зря я говорю мы еще будем разбираться опять моя любимая привычка залазить в код почему-то в начале мы смотрим global далее видим знакомые сейчас вы познакомили познакомились здесь global зис global то есть в данном случае человек вообще ничего не оставил на произвол судьбы все описал я сейчас не буду так как это первое занятие с вами более серьезная вас загружать кодом но в исходном коде мы будем бывать сейчас надо запомнить что в данном случае человек в первую очередь поставил на место что такое и что делать когда объект глобальный возвращаемся назад к справке и первым делом что мы делаем так прежде чем идти дальше надо понять что джава скрипт это язык очень тупой очень тупой он вообще ничего не знает он все кладет на разработчик а давайте мы напишем первую фа функцию да и поймем что он тупой он ничего не знает не умеет он и джава скрипт думает и уверен что знает разработчик но если разработчик не знает то дело плохо ребята берем придумаем название винтов никаких параметров тело пустое и вообще ничего не будем возвращать просто напишем винтов завершим операцию и вызовем функцию и что мы увидим в данном случае давайте смотреть топ а так винтов но ведь все правильно не завершил не завершил переход так сейчас сейчас секундочку я посмотрю что я сделал не так нет все дело так просто смотрел в терминале а вот смотрите что произошло все и сдох один шаг сделал и уже и сдох он уже кричит спасите меня у меня переполнение стека грубо говоря у него голова на напихано на наталканность всем подряд и он не знает что делать все больше нет жава скрипт он работал когда уже память закончилась и слег и больше нету его поэтому когда здесь встречаются два один не знаю что делать и второй не знает делать то дело плохо поэтому правильно дима надо учиться посему открываем справку и смотрим но ведь не зря же здесь написано начинается то что все пропускают глобальный объект это все банально просто на самом деле жава скрипт работает с программами либо допустим с браузерами поэтому надо понимать как он работает первое он определяет глобальный объект это окно в браузере да давайте сначала нарисуем я нарисую а потом немножко рассмотрим сначала надо понимать как работает жава скрипт итак вот это представляем окно браузера или в случае с node.js это будет окно какой-то программы просто будут разные названия дальше посмотрим так вот когда мы смотрели код джава скрипт не поставили задачу да то он просто напросто у него переполнил переполнился стек сейчас мы будем разбираться что это такое и он завис сначала когда джава скрипт начинает работать общее понятие он приходит и смотрит глобальный объект с чем мне работать окно ага я увидел окно слава богу дальше окно отображает некие тексты там да что то происходит сейчас секунду ну например совершенно не важно просто пусть это будет какая-то функция класс переменная поэтому сначала джава скрипт зашел увидел окно потом добавил все три объекта основные по видимости функция видна класс он не выполняет код он пока добавляет и переменные когда он считал в окне все объекты основные он создает так называемый стек сейчас мы посмотрим то есть начинает идти по порядку сверху вниз так как язык однопоточный он может только выполнять одну операцию в один момент времени больше ничего не может поэтому он заходит в первую которая вверху кода у нас здесь фан написано функцию и начинает выполнять код но то что я рассказал это общее давайте теперь немножко уточним как правило есть последняя функция последняя функция или это будет переменная неважно но что то в конце в конце да результат вот так будет точнее и правильнее и сейчас мы будем это читать то есть зашел увидел глобальный объект в данном случае вот это желтое окно отлично то есть дальше бежать некуда понял вот она глобальное окно то есть мне не надо прыгать ну тупой gs понимает ему не надо прыгать на другого окно потому что его просто нет если было он бы прыгнул он может потом он оценил именно так пишется в спецификации которую мы сейчас посмотрим оценил весь код и то что касается вот программист писал результатом он взял его и поместил в стек ну сейчас разберем что такое стек в стеке он и теперь с результата с результата пошло обращение сверху вниз сюда сюда то есть вот начинает сверху вниз выполняться код пока не получится этот результат и каждый раз вот это это в памяти выполнено то есть копируем вставляем обратился к первой функции поместил вверх стека дальше обратился второму классу пошел дальше опять вверх то есть вот это вниз ушла получается следующее оно там осталось на месте это он в память еще делает так получилось секунду то есть теперь вот по порядку идет класс он выше стал теперь пришел сюда и опять выше а все остальное вытесняется и вот он полученный результат то есть все отработал по одному элементу и по принципу стека одно сделал вытеснил другое сделал вытеснил так идет по порядку поэтому поэтому дима смотрите начало лежит в первую очередь в понимании а что у нас является глобальным вообще-то поэтому вот эти инструкции сейчас секунду вот эти инструкции они здесь написаны совершенно законно и правильно только здесь нифига не объяснено я тоже сначала не мог понять дай-ка думаю схожу спецификацию но это не сейчас это уже давно все было как говорится давно и неправда но тем не менее давайте зайдем и кое-что и там посмотрим давайте сначала вот я специально уже был там давайте посмотрим спецификацию это спецификация эсма так о global object и прочитаем правду ли я вам рассказываю итак так вот смотрим создается до того как управление входит любой контекст выполнения то что я вам и рассказывал сейчас только здесь написано все обычно техническим языком то есть зашли в окно поэтому прежде чем разбираться дим что такое зис надо понять как работает java script потому что как вы видели понимать что будет в стеке у вас находиться все это отложится потом что на что замыкается и что будет в каком порядке обрабатываться на самом деле все банально просто бог смотрите не имеет что такое за слово что за слово это у нас ну давайте не имеет вызова да правильно правильно то есть ничего оно не выполняется в данный момент не имеет а что такое вызов да вот тут явно да не имеет внутреннего метода вызова то есть код не выполняется глобальный объект только просматривается в начале и так далее и дальше уже смотрите дальше создается входит любой теперь смотрим хорошо нашли окно браузер как мы контекст выполнения смотрим как я и говорил здесь написано для отслеживания оценки во время выполнения кода эсмоскрипт в любой момент времени существует не более одного контекста выполнения фактически выполняется код это известно как агент контекст выполнения они они называют текущий контекст выполнения предлежащий окружающей среде дальше то что я рассказывал стек контекстов выполнения используется для отслеживания контекстов выполнения текущего конца всегда является верхним то что я вам сейчас и рассказывал только как ну в первом классе грубо говоря иными словами еще раз повторяю только вот это все очень простым языком потому что в справке без спецификации разобраться действительно трудно а спецификация все ставит сначала есть оценили окно окно или global теперь нода global нода у браузера ой это я не то открыл у браузера есть да что это за гадость у браузера есть окно у нода gs смотрите есть куча глобальных объектов то есть именно поэтому нода начинается с глобальных объектов который gs зашел посмотрел и дальше уже будет какие-то действия делать которые вы определили но он четко будет понимать глобальные объекты дадут поведение нода и он будет понимать что он там будет делать ну грубо говоря конечно слова зададут поймут вы понимаете это я говорю так для вас то есть есть много глобальных объектов в браузере это вот это вот окно в любом браузере это окно ну кроме так как нода работает на сервере то там он оперирует глобальными объектами поэтому в нода это будет глобал а в браузере виндов виндов это самый верхний окно грубо говоря глобальный объект то есть где уже можно там страницы отображать и все прочее делать разобрались почему и дальше когда он увидел результат то есть он посмотрел и зацепился да и начинает сверху код читать поместил стек иными словами поместил вот в нода это все делает стеки то есть стек это считайте определенный порядок выполнения в движке нода делает да в 8 он размещает первый код потом переходит дальше еще раз это повторяю его сверху этот вытесняется и так далее и получается результат но результат уже заранее был оценен потому что если б не был оценен то в результате мы не могли получить исключение да а так нам понятно к чему стремиться прошел и выполнил то есть первое что вы уже должны уяснить что две вещи первое это gs видит глобальный объект сейчас код напишем это первое второе это то что gs в первую очередь работает сверху вниз и работает стеки это надо понимать для начала потому что когда мы пойдем контекст привязки там все сложнее там придется учитывать другие вещи но чтобы сейчас не будем туда даже залазить да чуть позже сначала надо это понять то что мы сейчас с вами разбираем ну согласитесь банально просто единственное что описано это всего лишь техническим языком но описано именно вполне понятно итак когда мы начинаем сейчас с хохму расскажу вот Бовсуновский тупой да и вот перед ним gs тупой и два тупых Бовсуновский и gs и тут Бовсуновский решил полезть сразу в зыз и читает слушайте это же лучше чем петросянье Оценка кода текущих контекстов выполнения может быть приостановлена в различных точках определенных данных спискации Однажды текущий контекст выполнения, если был приостановлен другим контекстом выполнения, может стать текущим и приступить к оценке кода Через какое-то время приостановленный контекст выполнения может снова стать текущим и продолжить этот код с места, где он ранее был приостановлен Переход текущего контекста среди контекста выполнения обычно возникает в виде стека при принципу, то есть запуталось, да, а путаться то не в чем, вот путаться то не в чем, потому что дальше расписываются области, но чтобы не запутаться, давайте по порядку, потому что если мы откроем код, да, наш с вами, не код, а код мы сейчас написан, то сначала, вот мы там читали вот эту несуратицу, да, может быть первым, потом вторым, потом третьим, потом пятым, потом десятым, Потому что здесь, здесь я нарисовал утрированно, а представьте здесь еще у нас будет с десяток разных переменных Переменных, либо функций каких-то объектов, два, три, которые как раз таки и будут нам путать все карты, и вот тут эта функция будет, например, Эта функция, да, к примеру, чтобы было понятно, ой, что-то я не то делаю, сейчас я Так вот, обращаться сюда, то отсюда, может потом отсюда, отсюда, то есть смотрите сколько возникает вещей, да, то есть они будут между собой связаны Вот здесь, они подумали, подумали, да надо что-то делать, и сделали ключевое слово «зыс», то есть, чтобы помочь размещать Ведь выполнение в стеке, а как мы читали из той билиберды, это может быть приостанавливаться, идти дальше И дальше вот придумали «зыс», и если нам надо оценить какой-то объект, который относится к этой функции в данный момент времени, то Ставим слово «зыс» и получаем, либо не получаем значение С одной стороны, если мы не понимаем, как работает JavaScript, то мы работаем наугад А так как JavaScript, он всегда что-то возвращает, то есть, например, у вас есть 50 грядок, и вам надо засадить эти грядки морковкой У вас есть программа, сколько надо заказать саженцев Но так как и JavaScript тупой, и бусановский программист тоже тупой, решили, рассчитали, да, и вам программа выводит Надо купить на 50 грядок 2 килограмма саженцев Все отлично, вы заказали, приходит вам 2 килограмма, вы засадили 1 метр и говорите А что-то нету больше, а программа выдала 2 килограмма Потому что вот это «зыс» было определено неверно, оно вернуло, видно, где-то там свое значение И получилось, ну, как обычно, короче, через место, да Это я забегаю вперед, сейчас я сказал, смотреть не будем Вот наша задача после Global и понимания, как работает JavaScript Определить с вами параметры Какие, что нам надо учесть Что именно вот эта единичка сейчас и есть значение данного вот этого «зыс», да Ключевого слова, которое говорит, выполни сейчас, вывести значение То есть «зыс» будет иметь значение Вопрос, чего оно будет иметь значение Как я говорил про грядку 2 килограмма Оно взяло там вот эту двоечку, приняло 2 килограмма И мы думали, вот здесь было там 100 килограмм, да А оно 2, там 2 А это вообще было про погоду что-нибудь Когда будет 2 градуса тепла там, допустим, да И оно вывело не 100 килограмм, а вывело 2 градуса Но приняло это за килограммы JavaScript даже может Чтобы этого не происходило Нам с вами нужно будет разбираться сверху вниз JavaScript И определять все, что влияет На то, чтобы эта «зыс» принадлежала тому, чему мы хотим, чтобы оно принадлежало Больше запутывать вас не буду на сегодня Хватит пока, да Давайте немножко с кодом поразбираемся Итак Давайте посмотрим, что еще там есть интересная спецификация Ну, по-моему, такого больше ничего Я себе там то, что выписывал Что выписывал Так Глобальный объект Это что у меня Ну, это то, что мы смотрели Контекст выполнения Давайте попробуем еще здесь набрать слово «зыс» Здесь пока мы нашли Ну, не будем копаться Там с этого будет понятно Но вот это нас ради интереса тоже Вот это вот посмотрим, да Я к чему это открыл? Когда к классам придете, загляните сюда Здесь все очень четко расписано Чтобы не дурить себе голову с классами Здесь расписано Так Здесь пока все Больше не буду, потому что это, я так понимаю, скучно Давайте немножко напишем код А из того, что нам надо было сегодня уяснить Сегодня уяснить Нам надо было всего лишь одну вещь Про глобальный объект Открываем, ну, например, инструмент разработчика Здесь мы берем консоль Нажимаем и напишем какой-нибудь ход Код Function Убедимся, оправдали про глобальный объект Будем подступаться к этому «зыс» очень мелкими шагами И чтоб он нас не видел Будем прятаться, закрываться Чтобы он не обнаружил, что мы пришли Потому что подбросил гадостей Это ж язык такой Который очень мало знает о себе самом Так вот Вот у нас некая функция Поэтому, Дима, смотрите Эй, он уже отработал Я немножко рановато все сделал Давайте я лучше сейчас сделаю то, что я Чтоб не терять времени в этой консоли Давайте я вот так сделаю Вот есть функция Вот смотрите Windows this Консоли log This Равно ли Windows Окну вот этому И нажму Enter Да Да True То есть равно Истина Значит все нормально Закрываем Закрываем Переходим Сюда Вот этот код Мы Закомментируем Переместим вообще-то его туда А для ноды Для ноды Это будет какой-то Глобальный объект То есть Пишем ту же функцию Function This Windows И Юр Еще раз То есть Дима Еще раз повторяю Вы поняли Почему я сказал Что функции должны Отлетать до этого Потому что Наше внимание Должно быть Сосредоточено на то Чтобы понять This А не думать Правильно Работает функция Или нет Функции уже должны Отлетать Тогда будет все нормально Берем Console.log То есть Выводим И Спрашиваем У него В данный момент This Ключевое слово This Которое вы должны Были разобрать Я думаю Разберется Равно ли Глобальному Объекту Для нода Это Global Да Global Можно посмотреть Справки Для них Это Global И далее Мы можем Что сделать Мы можем Вызвать Данную Функцию This Виндов Виндов Давайте Привязан К Глобал Зис Равняется Глобальному Глобальному Внода Да Инструкции Ведь нету То есть Читаем Пророческие слова Как пророчества Начиная Понимать Так Читаем Пророческие слова Смотрите Свойства Контекста Выполнения Кода Глобал Которым Писали Фанкшн Эвол Которая В нестрогом Режиме Всегда Является Ссылкой На Объект А в строгом Режиме Имеет Любое Значение Теперь Смотрите В глобальном Контексте Выполнения За пределами Каких-либо Функций У нас За пределами Зис ссылается На глобальный Объект Вне зависимости От режима Строгий Или нестрогий Это то Что мы ранее С вами Говорили Для начала Определения Глобального Объекта Иначе Он не будет Знать Что Где Смотреть Вот эту Строчку Мы потом Уже Будем Разбирать То есть Строгий Нестрогий Строгий Чуть позже Разберем Мы разбирали Но увидим Как это работает Пока нам надо Понять одно В глобальном Контексте Выполнения За пределами Каких-либо Функций Мы сейчас С вами Писали Функцию Да Мы писали Функцию И Нам подтвердило Что Это глобальный Объект Но Сейчас Нам Интересно Вообще Вообще Такую Вещь Смотрите С одной Стороны Я вам читаю В глобальном Контексте Выполнения В другом Вот здесь В пределах Функции Значение З Зависит Того Каким образом Вызвана Функция По крайней мере На будущее Мы уже Можем Вписать Какой-то Задел Контекст Выполнения Глобал Дальше Функции Как Вызвана Или Равносильно Как Некоторые Говорят Каким Образом Вызвана Но Это Мы Разбирать Не Будем Мы Пока Собираем Базу Ведь Если Это Пишется Значит В этом Есть Какая-то Разница Но Мы Себе В объем Сегодня У нас Глобал И Тем Не Менее Читая Справку С одной Стороны В глобальном Констексте Выполнения За пределами Функции Но мы Функцию Выписали Зис Ссылаясь На глобальный Объект То есть Иными словами Все Что не является Функцией Всегда Будет Ссылаться На глобальный Объект Иными словами Давайте Попробуем Вот эту Вещь Сейчас Закрепить И понять На практике Здесь Мы Вызывали Функцию Пока Мы Не Разбирались Каким Образом Вызвана Функция Но мы четко Получили ответ Что в данном случае Зис Равно Глобальному Объекту Мы Объект Не указывали Но мы Ранее Видели Пример Что допустим С браузером Это окно А здесь Я вам Показывал Ранее Ноды Что глобальные Объекты Могут Быть Разные Что Здесь Еще Можно Сейчас На будущее Запомнить Сразу Global Зис То есть Глобальное Свойство Global Зис Содержит Значение Глобального Зис Которое Является Глобальным Объектом Иными словами Если мы Хотим Чему-то Присвоить Значение Глобального Это То Что я вам Показывал В библиотеке Это Используется Ребята В библиотеке Socket ИО Где там Мы Были Тут Ведь там По-моему Тут Глобал Зис Да То есть Мы не разбираемся Сейчас Но Говорим о том Что В данном Случае Вот этот Парень Он ничего Не отдал На откуп Жава Скрипт Все Проконтролировал Почему Сейчас Нам надо Хотя бы Запомнить Это Это Не так Сложно И Понять Что Глобал Зис Будет 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 Являться Всегда Глобальным Объектом То есть Это 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 Наш Костыль Когда мы Хотим Где-то Сомневаемся Что 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 Сделать Вот Этот Код Я Его Запущу И У нас Что Здесь Получается Некая Ерунда Получается Смотри Как Он А Все Правильно Здесь У нас Все Правильно По Одной Простой Причине Что У нас Сейчас Нет Тут Браузера Это В браузере Вот Будет True Вот In А Браузер Да Это Браузеры Мы Что Нибудь Придумаем Давайте Попробуем Так Будет Он Так Наслушаться Так Так Нет Так Наверное Не Будет Но Все Равно Делаем По Другому Так Отбал Хотя Посмотрим Че Он Там Напродает Да Фал Пишет Ну Ладно Давайте Нет С этим Кодом Надо Будет По Другому Чуть Дальше Поработать Сейчас Не будем Отвлекаться И Где-то Я Делал Заготовку Но Пока Это Не так Важно Пока Просто Надо Понять Что Есть Костыль Давайте Мы Пока Сделаем То Что Решили И Здесь Пока На этом Закончим Не То Я Сделал Итак Консоль Лог У Нас Просто Файли Глобальный Объект Он Просто Файли Ни Функции Нигде И Сейчас Нам Надо Запомнить Что Он Просто Является Зис Является Равен Глобал Давайте Запустим Так Что У нас Там Вот Смотрите Вот Это Мы Сейчас Переместим Сюда Сейчас Давайте С этим Вот Интересно Работать Смотреть Говорят Одно Происходит Другое Ну Так Ли Это Запустим Да Фалс Ну Давайте Доставим Точку Запятой Фалс Ничего Не Срабатывает Давайте Тогда Пойдем Дальше Согласно Браузера Скорее Всего Скорее Всего Это Сработает Да Но У нода Что-то Не Срабатывает Давайте Посмотрим Здесь Windows Здесь Скорее Всего Сработает Windows Да True Все Нормально И Далее Вывело Что True Но Значение Само По себе Не Определено То есть Ну Ведь Действительно Мы Ничего Не Определяли То Здесь Вот Что Интересное Происходит This Равно Global Да Вроде Да Тогда Давайте Пойдем С другой Стороны А Присвоим Значение Вот Как Там Справки 37 Скажем Что На этом Конец Дальше Консоли Log Global A И Запустим Но Тем не Менее Вот Что Интересно Получается Результат То Мы Получили Относительно Чего-то Там Да Непонятно С чего Что This Присвоили Global A Присвоили 37 И Global Переменный A Получили Результат 37 Все верно Вроде Выявило Давайте Попробуем Сделать Еще Кое-что This B Ага This B Присвоим Значение B Запустим Но Не должна Вроде Как Ругаться Да Теперь Выведем Консоли Log И Выведем Global B Запустим Ага А вот Бат This B То есть Взяли B И вот У нас Значение Да Вывели Global B А вот Не Определено Это Как Про грядки Я говорю А давайте Попробуем Определить Вывести Консоли Log Просто B Слушайте Ну ты Ну ты Даешь Ну давай Так Ну смотрите Вообще Не существует Ну мы Вроде Как Сказали This B Global B Здесь Он Нас Пожалел JavaScript Сказал Что Не Существует Ну Не Буду Валить Программу Здесь Он Сказал Ну хватит Уже То А Причина То В чем Да Вот Написано Но Там Написано В Браузере Смотрите Как Интересно Получается Такое Понимание По Здесь же Написано Что В браузерах Объект Windows Также Является Объектом Global А вот Про Ноды Да Чего-то Пока Мы Ничего Не Видим И Когда Мы Попробовали В нода Все Это Сделать То У нас Оказывается Ничего Не Работает То Ничего Ни В чем Нода Не Разобрался И В конце Концов Когда В браузере Мы Можем Получить То Что Нам Хотелось Бы Ноды отработал совсем по-другому. Вот он, JavaScript. Неплохо, нехорошо. Вопрос в другом, что надо все как-то учитывать. Давайте посмотрим, чего он там нам наговорил, наплел, иными словами. Похоже, в консоли отплатки. Ну, правильно. Он нам говорит, что вообще... Не, ну, ты слышишь, скотина? Ну, как это так не существует? Если я только что сам писал, ну, я тебе говорю честно, я понимаю, что ты не видишь, что ты там где-то там сидишь в компьютере, в папке, тебе не видно. Но ведь я вот тебе говорю, вот оно, вот написано, ну, понимаешь? Ну, вот написано. Хочешь, сейчас жену свидетеля приведу. Ну, она тебе подтвердит. Ну, хоть и тебя кошка подтвердит. Ну, неужели ты не видишь, что ЗСБ, вот я хочу, чтобы было здесь, и все. Ну, вот, ну, вот, ну, хоть кол на голове чеши. Не, он будет свое. Ну, ну, вот, вот как, как, как с этим языком можно работать? Ой. Да. Дим, я к чему тебе это написал? Поэтому я сказал, разберись с функциями. Не надо здесь ничего придумывать. Этому языку надо тупо рассказывать, что делать, понимая, что это дурной, тупой язык. Он единственное, что определил, что окно. Все. Поэтому запомни правило, на котором мы закончим это видео. Я тебе сказал, что сделать? Функции. Оттереть до дыр. Вот твоя задача. А сейчас я тебе говорил, что сделать? Правильно. дуешь. Сейчас поймешь, зачем выполняется это задание. Дуешь, разбираешься. После Python функции, первоклассная поддержка функции и функции высшего порядка. И как можно больше кода, и как можно больше исключений. Чтобы ты понимал в этом с иголочки. Не надо рассчитывать на этот дурной, тупой язык. Я его не люблю, сразу скажу. Но он мне нравится безумно, потому что он вот такой. Два дурня собрались за Воскритовый Бувсыновский. И теперь решают, кто прав. Я ему кошку привел, жену привел, показал. Соседям уже хотел идти. Все равно говорит, нет, вот так и все. Ну вот почему так? А потому что так. Вот и все. Поэтому что мы делаем, Дима? Первый код, который нам надо делать, не надо ему ничего спрашивать, не надо у него рассчитывать, потому что надо знать, он тупой. Он смог определить окно, все, дальше обосрался, мозги закипели, он дальше не знает, что делать. Пиши ему инструкцию. Пиши. Слышишь? JavaScript. Я понимаю, что ты тупой. Вот для тупых объясняю сейчас. Фанкшн пишу тебе. Понятно? Он говорит, у-у-у, как понятно, спасибо, говорит Бусуновский. Ну, наконец-то, хоть что-то умное. Ах, я еще и дурак, по-твоему? Ну, ладно, ладно, мы с тобой еще повоюем. И я беру F1, пишу, да, и говорю ему, слышишь, друг, вот я тебе заявляю сейчас, что ЗИС ЗИС надо вернуть. Вот и все, любым способом. Все. Я ему, когда написал малейшую инструкцию, пусть она, она только возвращает, но ведь я знаю, что он сделает. Это гадина. Она сначала посмотрит весь мой файл, потом пойдет, скорее всего, к результату, а потом пойдет вот с этой функцией. И здесь, а вот здесь я ему нос утру. Я его уже заставлю сказать вернуть ЗИС. Как ты не крути, там ты мне мозги компасируешь, что ты не знаешь, что это такое. А вот здесь я тебе объясняю. В твоей спецификации это четко прописано. Все ты, милый, знаешь, просто ленишься. Я тебя заставлю не лениться. Итак, поехали дальше. Теперь я пишу. Вот этот код я уберу. Он плохой код. Ну, не то, что уберу, я его просто сюда. Я не считаю, что меня обманули справки. Я просто считаю, что мне надо как-то заставить его все-таки работать. Поэтому я его перенесу сюда, и здесь я напишу консоли лог, я напишу консоли лог, и смотрите, я ему пишу, слушай, ну, я понимаю, что ты сейчас попытаешься меня надуть, но не тут то было. Я тебе пишу конкретно, чтобы ты уже не надул. f1 функция равно глобальному контексту. Вот хоть ты убей, хоть ты падай, но тебе говорят самым простым языком по-русски, что f1 вот эта вот вещь равна глобально. Вы что думаете, он послушает сейчас? Фалс. Правильно. Ах ты, ах ты шкатина. Вот поэтому, Дима, я тебе сказал, дуй и учи, что такое первоклассная поддержка. Ведь что здесь не так? там первоклассной поддержки написано, что функции могут быть как параметры в биты, либо возвращаться другие функции. Но посмотрите, что я делал в коде. Ведь я же, вот как ему понимать, это функция или переменная? Да, вроде бы он понимает это объекты, но он, надеюсь, считает, что это переменная скорее всего. В данном случае. Поставим скобки. Скажем, нифига. Тру. Ага. Ну шо ж. Запел по нашим нотам. Молодец. Поехали дальше. Теперь я ему говорю. Так все-таки получается вот это вот надо, почему я тебе и сказал, Дима, иди учи функции и учи так, чтобы это отлетало. Потому что вот это непонимание оно приведет к тому, что код будет неверный. Я это оставлю. Следующее. Теперь я попробую поработать с объектами, как там показывалось. Я а присвою значение 37 и пишу консоли лог. Дальше. Что я пишу? Теперь я пишу глобал. Помнишь, как оно ж не работало? А запел, запел, друг, запел. Ишь ты, пусть я тупой, но я читать умею. Я же все про тебя прочитал. Здесь в спецификации, как ты будешь ухищряться, делать. Идем дальше. Ну, в общем, уже, наверное, не совсем интересно, но гадости он нам добавит еще много, на самом деле. Если я попробую сделать вот так, вот то, что я сказал, это серьезность вопроса мы изучаем. Консоли лог. А давай-ка попробуем сделать а вот сейчас сказать this а И что ты думаешь? Уверен, что он нас отошьет. Уверен. Все. Вот она морковка. Вот она и два килограмма морковки. Undefined. Я то думал, ну, если this, то он мне поверил, что это глобально, освоился в этом файле. А потом оказалось, я решил this и думал, что это а а он думает по-другому. Он сказал, да нет никакого значения. Ты понимаешь, Дима, насколько серьезно надо относиться к этому языку? Вот так. А теперь попробуем напрямую. Консоли лог. И моя функция F1 без скобок и А через точку undefined. Ставлю точку. Пожалуйста. Да? То есть, можно было бы еще прописать, чтобы видно было, но я так понимаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Зачем все этот цирк я городил? Да, чтобы ты запомнил, что надо идти сначала разбираться с функциями. И второе правило, которое надо было запомнить. Понятно, что со стеком почти разобрались, еще с кодом будем со стеком разбираться там. Но сейчас надо было запомнить одно правило. Пиши ему то, что ему надо делать. ничего в первую очередь надо запомнить сейчас. Если мы работаем зыз, да? И вообще, ничего нельзя пускать на произвол. В первую очередь, ты должен знать, что делать и напиши ему инструкцию. Ничего не оставляй на то, что якобы может произойти. Потому что в данном коде, вот тут зыз, а, да? Ведь мы могли подумать, что если у нас мы вернули зыз, значит, в принципе, оно где-то здесь уже гуляет. И, по сути дела, если у нас вот здесь глобал а, ведь в данном случае f1 функция луна глобальная, она возвращает зыз, то, по сути дела, наверное, зыз то и здесь бы был? Да нет. Ты видишь, нет. То есть, вот это хотелось бы от тебя услышать объяснение. А почему так? Ну, не сейчас. Со временем поймешь, когда мы будем это изучать. Пока я хотел, чтобы ты, Дима, увидел, что то, что мы ожидаем и думаем, не имеет значения. Здесь значение имеет только четкие знания и четкое понимание, как все это работает, кухня. По-другому нет. Акцентирую внимание. Правило первое, которое надо было запомнить. сейчас идешь изучаешь функции. То есть, ты спрашивал вопрос, мне дальше тереть функции? Да, Дима, тереть только теперь вкупе с функциями JS. И сейчас надо оттереть до блеска первоклассную поддержку и функции высшего порядка. мы не должны ни одной секунды терять на функциях, когда мы их пишем. Если мы пишем и хоть чего-то не понимаем, как мы поймем контекст, как мы поймем более сложные вещи, как мы будем все это учитывать. Нам надо, чтобы функции у нас отлетали уже, а потом уже будем думать, как. повторил. Это второе, то, что я хочу повторить, что пиши всегда для JavaScript инструкцию, но прежде чем писать, помни, что помни об этой вещи. JavaScript он сначала оценит глобально файл, окно. В данном случае это весь файл он оценил. Второе, он считал все, что касается то, что можно спрятать в память. Функции, переменные, иными словами, если открыть этот файл, вот функция можно, можно. Console.log ведь оно, это команда, которая выводит, переменную а засунул, да, а вот это вот результаты, да, он посмотрел результаты и говорит, ну сейчас, сейчас, и пошел выполнять по очереди, ага, сначала здесь шел-шел пусто, делать нечего, пришел, засунул в стек, пока ничего, потом раз, засунул в стек, повыше уже этой функции, да, потом, бац, засунул в стек, потом, смотри, что происходит, вот когда это засунул, но обратился к предыдущему стеку, прочитал, а 37 присвоено, и так по очереди, а вот тут в этом моменте мы думали, что зис, то и есть этот самый зис, который, как мы думали, будет по 37, а оно нам не так, оставляем белое пятно, ответ не дам, будем думать, ладно, кода было заготовлено больше, но хватит, на сегодняшнее, на первое занятие хватит, домашнее задание есть, то, что надо было усвоить, усвоить, но сложного здесь, поверь мне, ничего нет, надо просто один раз разобраться, спасибо за доверие, ребят, все получится, приходите в школу, занимайтесь серьезно, spb-tut.ru еще работаем с блокчейном потиху, да, .spb-tut.ru